Мы сегодня уже почти в канун шаббота. Еще немножко поговорить о предыдущем Великом Дне. Давайте представим себе великий богатейший царь. Он достает возможность одному из своих преданных слуг быть вознагражденным. И все, что вы сможете унести, полчаса, все твое, полчаса, что сделает преданный слуга, надо приготовить чемоданы, приготовить то, что было. Знаете, есть чрезвычайное богатство, богатство, которое ни с чем нельзя сравнить. Называется богатство Торой. Почему, значит, ничего нельзя здесь сравнить? Во-первых, просто несколько… Закен, буквально по-русски Закен – это старец. В нашем святом языке Закен – это мудрец Тора, даже если он молодой. Почему Закен означает мудрец Тора? Что Закен – это аббревиатура, слово Закена – этот приобрел. Не говорите, что он приобрел. Ашамисы – он приобрел. Остальное – он приобрел. Идемте дальше. Мы говорим каждый день. Говорят все евреи, которые молятся. Здесь у нас записи, перечислиться заповеди, которые… Человек, если их подъявляют, они стоят ценные, нетронутые… Керен, то есть буквально фонд в ее грядущем, в раксказы Талматой, наканекет кулом. И совершенно тоже ценные всему. Говорится в Иерусалме, вместо того, в Иерусалме, что все удовольствия мира, все богатства невероноценны одному слову из Тора, невероноценны одному слову из Тора. И еще буду говорить в Иерусалме, что даже все заповеди Торы, все исполнения невероноценны одному слову Тора. Мы можем представить, что такое богатство Торы. И давайте еще поймем. Даже человек, который есть немного Торы, он же очень богат. И если что-то вижу, понятие, что Тор обрел Тор, он остается всех этих сорока восьми, Киньян ему достоился. Он обретает Тор. У нас есть понятие, что такое богатство. Мы что-то понимали, мы отбросили все, и только неправильно выучились. Но все-таки есть у нас особый день, когда на свете на нас допускается, короче, царя получить Тор. Это шаблот. Шаблот. Шаблот называется Хаг Матан Торатэйм. Праздник, как говорится, дает Тор. И это не просто было когда-то. Помощь Ло Акадош, автор книги «Штрельхота Бритт» в Головец. Он пишет, что шаблот – это как судный день для, так сказать, приобретения Тор. Короче говоря, трудно себе представить, нас завтра вечером пускают сокровищу царя. И нам надо, что там хватит всем. Там нет недостатка. То есть там хватит Тора для всех, вместе взятых. Там хватит Тора для всех. Каждого поймусь к источнику его души, его корме. Но надо удостоиться, чтобы нам ее дали. Достоиться и дали. Еще вещь немножко объяснить. Арбулорин в своей книге «В кругу великих» первой части. Он в работе там и расскажет, как он пришел спорить с Хазанышем. Он еще молодой. Ну, спорит. Но, говорит, что он думает. Он говорит, что он сам родом из Венгрии. Венгрии учились, допустим, не так глубоко, как и в Литве. Но зато там хорошо вырастали в Балабатимте, люди, которые работают и учатся. Они не знали о гумрачном транспорте. Но даже если они и так уж поглублялись. Так он спорил Хазаныша. А может быть, Тора все-таки имеет два вида решив. Один литовский для тех, кто углубляется. Один для тех, кто не очень углубляется. Он говорит, что сказал так, что не все же могут быть, так сказать, такими великими мальцами Торы, которые надо требовать, чтобы углубиться во всю эту самую систему июна и так далее. Хазанышем сказал он так. То, что действительно для поддержания Торы нужны способности. Ты прав. Но способностей, может быть, у какого-то имени их нет. А потом не могут появиться. И мы не имеем права, скажем, кому-то, скажем, на нашем языке обвязать крылья. Еще коснуться вот этой вещи, понимаете. Есть у нас одна проблема. Проблема очень принципиальная. Человек, самое естественное для него в своем представлении, это как-то Всевышнего ограничить. Как ограничить? По своим меркам. Трудно представить себе, что Всевышнего никак не ограничен. Я могу сказать просто маленький пример. Знаете, насколько велик Всевышний? Он даже может жить, может и жить. Даже мои проблемы. Даже мои проблемы. Будет решать. Вот. Вот. Это, знаете говоря, вообще вещь принципиальная. Это сказано на экзекиаторе, аяда шем тиксар. Как будто бы рука Всевышняя будет, так сказать, коротка. У Всевышнего нет недостатка. Нет ограничений. И более того, сказано о том, что он хочет обучать его. Он хочет учиться у него. Есть такая притча, когда сказал по-моему, Рабья Кива. Он сказал по-моему, Псахим. Он говорит, что Эггель родился ленок. Пора родился ленок. Более, чем Селенок хочет ссать молоко. Мать его коровит. Хочет его иногда кормить. Всевышний хочет нам датор. Он хочет, чтобы мы были действительно великими фторами. Знающими, великими и так далее. Поэтому я бы сказал так. Если можно сказать, выразиться я Всевышним, то и Всевышний ожидает этого дня. Живот. 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 И только есть тогда проблема. Надо быть достойным ее получения. Поэтому... Что сказать? Соответственно, способности я не раз видел в своей жизни. Люди, у которых не было способностей, вдруг становились там это хахами. Между прочим, нам, русским евреям, не только русским евреям, вообще болеет чувак. Это чудо известно. Люди, когда ничего не знают до 27 лет, даже позже, как-то начать учиться. И догоняют, и обгоняют своих сверстников, которые учили с детства. Почему? Потому что они лучше. Лучше них? Нет. Никогда не лучше. Но так как у них не было возможности учиться в детстве, Всевышний сейчас им дают больше. Это не вопрос им заслуг. Сейчас Всевышний дают больше. Вот нам надо, с Божьей помощью, мы завтра должны войти в сокровищение царя и выйти с полными чемоданами. Это не вопрос того. Всевышний хочет нам это дать. Потому что мы этого были достойны. Одна из вещей, знаете, если вы можете объяснить вопрос, это надо научиться ценить то, что мы приобретаем. Знаете, царь не даст свободу слуге драгоценности, если он будет думать, что это стекляшки. Зачем? Человек не ценит. Нам надо научиться ценить то. Надо научиться радоваться ей. Благодарить Всевышний, потому что мы действительно достойны, мы будем достойны учиться и использовать свое время. Понимаете, когда человек еще дорожит, он ее не растращивает в пустую. И, конечно, если мы же говорим, что шаббот – это день, судный день. На заново, оплачение тора заново. Надо делать какой-то, так сказать, хажбон-небеш, самочет перед собой. А как мы то, что нам свыше дает, как мы это использовали? Время, способности. Более того, у меня есть место для чьевы. Надо ждать на входы, вместе с Илюлл. Мы сейчас только сделаем, что будет. Как мы используем в свое время тор. Это непросто. Сейчас трудящие другие вещи делать. Еще одна вещь – это радость и желание, чтобы обращаться к этому великому дню. Я приду просто один маленький пример. Он вроде бы далекий, но он очень близкий. Известно, что в канун Ям-Кипура устраивают трапезу перед Ям-Кипуром. Чего смысл этой трапезы? Мы пригласили эту трапезу, что мы ждем и хотим в Кипуру. Это радость и трапезы. Это не трапезы перед Ям-Кипуром. Так вот, есть, что необходимо нам понять, что шабот – это день, когда, кроме учебы, это радостный праздник. Мы должны радоваться сами, что достойность великого дара Торы. Эта радость должна быть, так сказать, перемешана с ожиданием, желанием, простоиться еще. Мы должны радоваться, радовать наших детей, наших жен и сделать максимум, чтобы для всех был радостный праздник. Знаете, есть ошибка. Люди думают, что праздник шабот – это только учится. В первую очередь радуйся Торы. – И это поможет выйти с полными чемодавами? – Это, безусловно, поможет. Люди будут радоваться. Знаете, если он после того, он, опять же, не будет учиться, так Риманович ему поможет. Но, я хочу лишь просто объяснить. Знаете, есть у человека удел в Торе. Человек может вырасти. И более того, как правило, человек, он свое собственное дело, он его не приобретает. Он гораздо меньше, чем у него есть. Известнейший пример – все это знают. И еще раз. Есть дискуссия, как надо делать йомтов. Надо делать йомтов весь посвященный Всевышнему, молитвы, Тора. Можно даже не кушать йомтов, с точки зрения. Или можно делать весь йомтов радоваться, веселиться, пить и есть. Но если в одно место сказано так, что даже тот и считает, что все праздники можно полностью посвящен Всевышнему, он может даже не кушать. Но вот что вот, необходимо, чтобы было пополам. Всевышнему – половина для себя. Почему? Потому что великий Амой Рабьёйцев, он покупал на живот такую особую такую теленку. Сейчас он избранного. Он говорил так, «Илу гай йома ка гари им кама йоси и ка башука. Если мне этот день, сколько есть йосик на рынке?» То есть я все на рынке. Хорошо объясняю, что этот день меня поднял и возвеличил. Но это, он же был Амой Рабьёйцев. Было много на что благодарить. Много на что. Это как-то поймали Хабецхаева, что он обращался к Всевышнему, говорил, что вот сколько Всевышнему много ему дал. Дал ему Хабецхаев, дал ему Мишнебруру, да такие-то книги, такие-то книги. Сейчас Всевышнему дал. Вот чем он кого-то не знает, только чем он благодарит. Дал. Вот нам, до свидания, надо Всевышнего очень-очень благодарить и радоваться нашему делу. Мы удостоились выйти, откуда мы вышли, и удостоиться сеть Баттамидраша. И учиться. А с другой стороны, надо повредить себе желание, страсть. Уже строится истинного богатства в Торе. Истинного богатства в Торе. Я вам скажу. Знать сейчас. Знать. Не просто. Знаете, я хочу просто вещь немножко объяснить. Я тоже скажу эту притчу, объяснение от Бога Рава Барзе, «Ворочий ватт. Мир Брахберд». Есть. У каждого пророка следующая вещь. В конце веков будет голод. Голод. Какой голод? Люди будут голодать. Люди будут испыть жажду постичь, слава Бога. Голод. Вообще. Люди думают, что это очень хорошо. Так люди защищают. Люди не всем хорошо. Вам есть вопрос на примере. Я представлю себе блокаду Ленинграда. Голод. Человек находит два мешка с картофельными очистками. Истинное богатство. Можно сделать суп на неделю, на месяц. Истинное богатство. У самих михелько. Радость своей удачи. Когда человек, когда есть голод, человек удовлетворяется малым. Потому что есть хлеб на сегодня, он уже счастлив. Знаете, проблема голода. Слово Всевышнего. Мы начинаем быть рады тому маленькому, что у нас есть. В чем проблема? Человек должен быть виден радость в том, что у него есть всегда. Но мы уже начинаем просто говорить, что больше нам не надо. Мы уже что-то покушали. Уже хорошо. Уже хорошо. Поэтому надо проводить в себе истинные намерения. И мы должны быть по настоящему дьявольскому. Знать ШАС, знать ПОСКИМ. Знаете, это желание и побуждение человека, оно коротко, потому что его направляют. Есть такое общее правило, в том пути, когда человек идет, его, так сказать, помогает у тебя трогаться. Человек будет напрягаться и стараться достоиться, быть вселенным дольцом Тора. Он поймет, что на самом деле это не какое-то излишество. Он видит, что все необходимое. Это истинно. Так должны выглядеть евреи. Он будет стремиться, когда работает, он будет молиться об этом. Это причина, что он достоится в помощи свыше. Причина, что деньги Тора дают, он получит. Идемте дальше. Есть, насколько это вот, нишина. А луи мид армад ле ламид, нотни мр ле ламид. Тот, кто учит, что ради того, чтобы обучать других, ему дают возможность при успехе учебе и преподавании. А луи мид армад ле ламид. Тот, кто учит того, чтобы исполнить Тор. Нотни мр ле ламид ле ламид лишь право раз. Дадают ему и учиться, и учить других, и блюсти, и исполнить. Это довольно точный перевод. В данном месте замечают мораль в книге Дерахаев. Почему не написано просто а ла мид армад ле ль ламид. Учиться ради учебы. Он написано так. Человек, который учился, чтобы нести Тору другим, что для того, чтобы нести Тору другим, надо быть большим благодахам. Так, вон его есть намерения очень благие. Это называется одно из объяснений. Тора благодеяния под его языком. Под его языком. Видите, что такое Тора благодеяние. Короче, кто учит Тору буквально нести другим, а то есть великое благодеяние другим. Человек так учит Тору. Ему это ему и отдают. И в более высоком уровне. Учить Тору, чтобы исполнить ее. По большому счету это истина и то и другое вместе. Человек ищет Тору для того, чтобы научить собой себя жить по Торе. Нести другим, чтобы они тоже знали Тору и жили по Торе. Это все тот путь, по которому человек идет, получает помощь свыше. Это, как говорится, «нат ним, но линь воду, ламы, лишь в росу». Это дойдет возможность, что то, что он задумал, исполнилось. Еще одна очень важная вещь вам сказать. Что это, что вот. Ну, уже и все касались. Помню еще раз. Как известно, семь недель, семь недель отчета умер. Они сравниваются в книге Зоа как семь дней отчета, чистые дни отчета Завы или Зава. Вели, 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 вели нечистоты, вели тума. Ну, как известно, и Завы, и Зава не могут очиститься, и мало просто семь дней проверить, чистые дни или нечистые. А потом, когда проверили, еще окунуться в миг. Мало просто. Мы семь недель отчитываем святого умера, когда и как мы окунаемся. Значит, окунуться? Я же не имею в виду, что мы в миг вырвем там. А чего? Нет, не имею в виду. Потому что есть все-таки, есть окунание физическое, и какое-то другое. То есть, я даже не имею в виду окунание, которое, каббалисты пишут, окунуться перед Абуды Шахар, буквально прямо перед Абуды Шахар, как это принято, ну, я не имею в виду. Этого мало. Этого мало. А если будет другая. Понимаете, в чем тут идея? Очень простая. Сказано в Талмуде, в Абуды Шахаре, в Абуды Шахаре, что змей внес в хаву зогом, буквально скверну. И скверно, так сказать, она распространилась по всему потомству хаву. Говорит, что наш народ, когда стоял перед горой Синай, от него скверно ушла, а остальные народы мира от них не ушла. Их там не было, не было на горе Синай. Более того, хотя, скажем так, часть этого скверно к нам вернулась, к сожалению, из-за греха Золотого Терца. Но уже никак. Она вернулась, но все-таки не полностью, не полностью, но все-таки вернулась. Если мы просто вдумаемся, поймем, что эта скверно, которая у нас есть, ну, она есть у каждого, даже у великого праведника есть. Эта скверно полностью избавляемся только в могиле. Но есть разница между великим праведником и человеком, который вырастет не совсем праведность. Человек, который все-таки некоторое... Долги у него есть. То есть его детство, его, может быть, предыдущее перевоплощение, его воспитание, его даже сегодняшняя жизнь, она еще не совсем до конца совершенно по Торе. Он делает много вещей, которые еще лучше бы не делать, которые... Короче говоря, его темные пятна с его души, они не сошли еще. И более того, он сейчас их добавляет. Дальше. Вот у нас есть замечательный день. День, когда Всевышний заново обновляет и дает нам то, свет, который был тогда. Возможно, уже стоится нескольких вещей. Первое, если мы то, что называется, окунаемся, очищаемся, так и в конец отсчета омера, то у нас также снимается с нас Зухома Танохыш, скверная змея. Каждый год на еще одном уровне. Еще одном уровне, еще одном уровне, еще одном уровне, еще одном уровне. Я говорю, может, объясню, что еще окунаемся. Я не против Миквича, Миквич хороший. Он просто, значит, не про Миквич сказано, и про Миквич говорится. А есть, что имеется в виду? Очень простая. Воды Миквич сравнивают, Мейда буквально, Воды Мудрости. Человек принимает его очищение реально. Он принимает для себя полноценно. Изучение Торы, исполнение ее, и жизнь по воле Творца в целом и в частности. Это и есть, как я это понимаю, это и есть, это окунание наше в Микву, которое после отсчета все семи недель. Я объясню, почему это называю окунание в Микву. Есть в книге Хинуху, очень такое интересное объяснение, смысл окунания в Микву. То есть, Миква – это вообще место смерти. То есть, человек, в состоянии окунания в Микву, он не может там жить. Более того, объем воды в Микве, он несколько раз больше, чем объем человека. Вин Вин Хинуху, то есть, это подобное, тоже называется, биттурборов. Как бы себя аннулирует в Микве, вы понимаете, он заново, заново создаётся. То есть у нас, понимаете, нам необходимо сделать истинную чуму перед живот и заново принять на себя время Торы. Время Торы, изучение исполнения жизни по Торе совершенно. Я говорю, не так легко. В общем, на каждом уровне, на каждом уровне становится более тяжело, чем вырасти немножко. И вот, когда мы это делаем, то мы получаем величайший подарок. С нас снимается еще слой Зогмата Нохаш – скверная змея. И надо точно узнать, это скверная змея, это то, что нам мешает жить. Что-то даст понимать Тору, мешает нас. Это огромный груз дурных душевных качеств, что у нас есть. Это мешает нам нормальные семьи, мешает нам жить с людьми. То есть, короче говоря, у нас есть, мы приближаемся к великому дню, мы вместе с несколькими, еще вместе с одной стороны. Это день, когда мы можем избавиться. Реально завтра уже, в конец верат омер, мы делаем кчиву, и готовим себя к обучению Торы. Это мы окунаемся, что же окунаемся, мы аннулируемся перед Творцом, его волей, и принимаем на себя бремя изучения Торы, исполнения. Второе, это день, когда мы расстаиваемся. И, по большому счету, это один из смыслов, то, что мы ночью в Лель-Шавод, включая, действительно, микву, буквально микву, как говорится, перед началом зари, перед Мадошахар, смысл – это очищение. Очищение. Вместе с этим, знаете, хочу просто еще объяснить. Как слышно, эту притчу, «Спучите, Равякова, Горобица, в главе «Двайшвэтафакин». Человек может быть возле не агарой, и у него не будет возможности напиться. У него нечем набрать воду. Это только на людям, а не верблюдам. Человек не себя не исправит, не будет человеком, у него не будет душевных качеств, ему нечем получить Тору. И нечем получить Тору. Тору был предоставлен, там есть хорошее душевное качество. Это примат Равшава, в шоу народства мира Равшаха, что нет такой ситуации, говорит, человек, что, если человек, достаточно велик в Торе, у него есть дурные душевные качества. Эта вещь несовместима. Нам надо удостоиться этого ощущения и настроить себя на… Кроме этого, заново получить Тор, удостоиться… Тор уровня другого уровня, когда уже от нас сошла скверная змея еще один слой. Идемте дальше. Вот когда человек настраивает себя, он изучает Тору, чтобы ее исполнить, чтобы нести другим. И если обещания мишны, кто-то учит Тору с таким намерением, и мы думаем, кто-то учит для того, чтобы ее обучать других. Он расстраивает знания Торы, которые могут преподавать, как пишет Магарал, кто-то хочет Тору преподавать, должен быть большим удовольствием Тора. А кто-то хочет Тору полноценно исполнить во всех деталях, удостовериться всем. Короче говоря, давайте мы сейчас все, каждый по себе тоже, подумаем, что у нас еще есть день с кусочком, до начала шабот, и давайте приготовим себя с радостью к этому великому дню, и постараемся приготовить сосуды для получения великого богатства. И сосуды надо максимально очистить, чтобы действительно окунанием в микву воли Творца были полностью очищены, эти сосуды, могут быть гораздо больше Тор. И действительно, дай Бог всем нам, всем нашим народу, выйти, как готовы мы к шаботу, и выйти из него с большим богатством. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова